Привет всем! Беру вас с собой на прогулку в магазин. У нас открылась новогодняя рождественская ярмарка. И хочу с вами поделиться предновогодней атмосферой. Посмотрим, что тут есть на витринах. А на витринах, конечно, глаза разбегаются. У меня вроде бы полно разных украшений, но так хочется чего-то новенького. Сейчас, конечно, столько всего для встречи Нового года. Тут маркетологи стараются. Отличные фонарики. Смотрите, я или раньше не обращала внимания, только мне полюбилась тема оленей, так я этих оленей встречаю везде. Или олень это просто новогодний такой символ. Очень хотелось поставить в доме фигурку светящегося оленя, но цены на них ого-го. Так что пока, пока я только люблю. Первые новогодние покупки, точнее, для встречи Нового года. Вот такую дорожку взяла для окна, на стекло лепить. Я пока не распаковала. Вроде бы здесь нет никакого липкого слоя. Пока не знаю, как буду лепить. И тоже взяла одну. Примерю. Если понравится, то возьму еще. Потому что он такой, знаете, прям снеговичок. Детям очень понравится. Начну с их комнаты. Ну, вообще-то и для них взяла в комнату. Но я бы еще, может быть, на кухню такое приклеила. Дальше наклейки и себе в ежедневник для настроения на праздники. Дети наверняка будут просить. Там еще были наклейки. Ну, в общем, я решила для начала не перебарщивать. Чтобы не потратить там состояние. Зато вот нашла таких двух замечательных, нежных очень лебедей. Посмотрите, какая прелесть. Они идут именно как украшения для елки. Можно подвесить. Ну, не только на елку, на самом деле. Куда хочешь, можно повесить. Но я, возможно, сделаю какой-то такой новогодний декор. И они у меня будут стоять. Может быть, там домик или что-то а-ля пруд. Вообще, посмотрим. Но они такие очень красивые. Так, по цене, по цене. Ну, сейчас я вам скажу цены. И вот еще украшения. У нас есть уже одни санки деревянные побольше. Надо, кстати, достать уже. В ближайшие выходные достанем все елочные украшения. Они у нас в подвале внизу. И потом посмотрю, что расхламить, что оставить. Ну, хотя я там вроде бы ничего лишнего у нас нет. Все. Ну, в общем, еще одни санки. Мне просто понравились, что они вот такие беленькие. Тут такой вот красный олененок. Ну, такие очень аккуратные, маленькие. Я, может быть, еще две возьму. Если, допустим, клей... Ой, клеить. Вешать на елку, то одних как-то маловато. Для какой-то такой композиции, наверное, 2-3 штучки. Ну, посмотрим. В общем, уже, уже праздник витает. Вот всякая атрибутика, она, да, она создает. Еще мандарины поставить. Все, Новый год уже в мыслях. Хотя, признаюсь, вот мороза, снег вообще не хочу. Какие яркие, сочные краски. Готовлю себе сейчас перекус перед тренировкой. Стараюсь что-то поесть где-то за полтора-два часа до тренировки, чтобы были вообще силы на нее. Хлеб поджариваю на сковородке. Тостера у меня нет, чтобы прям такой хрустящий был с двух сторон. Далее авокадо. У меня вот на два кусочка половинка целая ушла. И сейчас хочу шпинат добавить. Так, давайте разложим все это. И будут сверху еще черепомидорки. Так, долечками я их сделала. Ну и полезный, питательный перекус. Так, красоту. Ну как раз. Сейчас шпинат покупаю и яичницу делаю с ним. И в качестве, знаете, вот под мясо тоже. И для красоты, и полезно, и вкусно идет вместе все. Так, сюда надо. О, все отлично разложила. Здесь у меня чай заваривается. Сегодня лень было такой заваривать. Закинула пакетик. Кофе с утра попила. Так что да, приятного всем аппетита. Пыталась на лоджи организовать хранение овощей. В частности, картофель, морковь, свеклу. Ну, в общем-то, сейчас благоприятная среда. Чтобы здесь, естественно, не вот так вот в пакете. Это я уже вытащила. А в каких-нибудь боксах. Но я подумала, что летом это не вариант. Потому что здесь будет очень жарко. И овощи, наверное, будут портиться. Поэтому все-таки я их буду организовывать на кухне. И, скорее всего, в карго. Вот сейчас ищу подходящие какие-то коробочки. Не знаю, мешочки. Чтобы там разложить овощи. В принципе, мне это не так много надо. Мы сильно не закупаемся. В общем, этим сейчас и занимаюсь. Продумываю. И потом с вами уже поделюсь организацией хранения в кухне. Очень полезная для вас информация. Сейчас в книжном интернет-магазине Лабиринт проходит большая супер распродажа «Черная пятница». Скидки на книги в дни распродажи до 80%. А учитывая, что скоро уже Новый год, это отличная идея подарка. Если вы не знаете, что подарить, книга всегда была отличным подарком. Ну и, конечно, помимо книг, есть и другие товары. Есть масса отзывов, видеообзоры, интересные подборки, которые помогут вам определиться с подарком к Новому году. Вот как раз я сейчас просматриваю и хочу заказать глобус, такой вот рельефный, с подсветкой. А также мне понравились, для мальчиков закажу домики рождественские, с фанерой, с дерева. В общем, там своими руками их делаешь. И плюс еще они тоже есть с подсветкой. И получится. И будут заняты, что-то будут делать. И в результате такой вот новогодний и рождественский декор для их же комнаты. Также у Лабиринта есть огромные сообщества в разных социальных сетях. В ВКонтакте, в Инстаграм, на их Ютуб-канале. Там можно посмотреть отзывы на интересующую вас книгу. Мне это помогает определиться, буду я эту книгу читать, буду я ее покупать или нет. И еще у меня есть свой личный промокод в этом магазине. Он будет действовать вот в эти дни распродаж, то есть по 1 декабря включительно, на одну покупку. То есть если вы будете совершать покупку от 1600 рублей, то вы получите в подарок по промокоду литературный блокнот. Я продублирую информацию в описании, там же оставлю тот самый промокод и ссылку на интернет-магазин. Так что заглядывайте, не забывайте, что лучше подготовиться к Новому году, заранее купить подарки, приготовить себе интересные книги, учитывая там такие распродажи. Я уже целых три книги заприметила, вот сейчас собираю ту самую корзину и с вами делюсь этой информацией. Ну и конечно же промокодом. Не прошло и полгода, как решили заняться стыками, ламинаты и плитки. Подготовительные работы, идут, ведутся. Это тот самый шпатель для того, чтобы сюда. Шпателек. У нас вечером мы уже тут шутим. Я уже в процессе, уже после того, как нам это сделали, выяснил, что в идеале должна была бы быть, нужно было в момент стыка ставить пробковый, есть такие специальные пробковые компенсаторы, которые собственно из плотной пробки. Но как вариант, у нас есть пробка в смеси с желе, которая желе потом высыхает и остается пробка. Вот мы ей будем заполнять. И в идеале, конечно, вот эти расстояния должно было быть побольше. Ну, то есть, где-то минимум миллиметров 5, а у нас вот он немножко плавающий. Где-то там 3. А вот здесь, например, вообще маленький. То есть, тут неправильный вариант, как не надо делать. Вот так не надо делать, но об этом, к сожалению, узнали уже поздно. Уже сделали, уже вскрывать полы не будем. Будем надеяться, что оно, в принципе, раздвинулось. У нас с той стороны есть запас. Ну, ламинат, это же плавающий пол. Поэтому с той стороны... И что этот запас даст? Ну, насчет расширения. Сейчас-то нет этого, этой щели, чтобы нам... потому что, когда нагрузка есть на ламинат, если помнишь, она здесь была. Просто, когда нагрузка на ламинат, мы, видимо, нагрузили вот все в угол там, он немножко просел, разъехался и приехал сюда, потому что здесь было раньше где-то миллиметров пять, но он так вот неровненько. И что теперь? То есть, если мы разгрузим угол, он обратно вернется, Нет, это весьма сомнительно. Вот все, вот теперь так у нас есть. Увы. Да. Не все как ума, остается. И такое бывает. Так что имейте ввиду, пробковый компенсатор. Мотайте на уши, делайте выводы, подготовьтесь к ремонту заранее. Да. И вот вроде бы мы ведь продумали, и дизайнеры нанимали, и мастера были, и вот все равно, при всех наших условиях, подготовке, все равно вылезли недочеты, все равно все не объять. Продумать все нюансы, да, нельзя объять, не объять, Продумать вот каждый сантиметр, чтобы все вот сошлось, я не знаю, может есть такие счастливчики? Мне кажется, или таких люди просто на это внимания не обращают, и не знают, как должно было быть, и поэтому считают, что у них идеальный ремонт. Либо действительно, есть очень мало таких счастливчиков, у которых вот тютелька в тютельку, суперидеально все, от проекта до реализации. Да нет, просто все проблемы делаются на критические и не критические. Не, ну да, по сути это не критично. Это не критическая проблема, на скорость не влияет, да. На проживание, на качество жизни в этой квартире, на уровень счастья, это, конечно же, не влияет. Это, можно сказать, мелочь. Бжж, бжжж. У меня уже вечер язык заплетается. В целом у нас получается три таких стыка. Вот это первый из прихожей в гостиную, это второй из прихожей в спальню и третий это из прихожей в детскую. Все, там везде плитка, там этого нет. Так, детей у нас тоже сегодня нет, они в гостят у бабушки с дедушкой, а мы тут занимаемся всякими доделками, переделками. Сам пробковый компенсатор выглядит вот таким образом, чем-то на колбасу похоже. В общем, он с желе, как такое вот желе. И суть в том, что вот эта вот масса закладывается в щель, желе высыхает, пробка остается, и все будет четко. Сейчас посмотрим, как Миша будет виртуозно это делать. Миша всю жизнь этим занимался. Первый раз, короче, он первый раз это будет делать. Ну, ты же справишься, ты же молодец. Вот так вот он, бустик какой-то 3070, что такое 3070? Это, кстати, польский, да, по-моему, бренд? А где ты покупал в Боу-центре? У нас, например, это строительный магазин Боу-центр. Это не сетевой магазин. Вроде бы есть он еще в Краснодаре, или был его закрыли. В Красноярске. А, в Красноярске, да? Разве не в Краснодаре Боу-центр еще? В Краснодаре, в Красноярске. А так, наверное, в любом строительном магазине продается. Как будто бы, не знаю, может, как-то много ты, по-моему, помнишь? Помните этот шпатель? Вот мы купили два. Я себе для своих хозяйственных нож, там, Миша, вот это для таких. Жижа, конечно, такая. Чем-то на это, на, как его называют, на лизуна похож. Как мальчишки играют с этими. Фу, мерзость. Нормально, и пахнет клеем. Пахнет клеем? Ну, на моменты, что-то похоже. Пока. Ну-ка. А, что-то не чувствую. Ну, что там? Ну, как будто бы не очень, да, залепляется. Ну, главное, напихать. Может быть, конечно, кто-то напишет, что мы как-то неправильно делаем. Только попробуйте. У нас длинные руки. Придем и замажем вам щели. Щели половые. Вот здесь, смотри, там дырочки остались. Да, нормально. Вот ты, может быть, этим острем тут... Я буду делать это руками, как дети лепят фигурки. Даш, не судите строго, если тут есть прям опытные пользователи. Миша первый раз это делает. Я вообще такой... Надеюсь, последний. Надеюсь. А как же наш дом большой. А там мы сделаем по уму сразу пробковые штучки эти. Да. Она быстро высыхает, нет? Я не знаю, можно ее пальцами трогать-то? Да, конечно, можно. Кстати, насчет того, как быстро засыхает компенсатор. Вот только-только Миша нанес, он уже практически сухой. То есть очень быстро схватывается. Прям на глазах, да? А почему ты здесь начал и бросил? Где? А что там? А что, в тущель совсем никак? Может, все-таки как-то попробовать? Нет. Миша, ну там неровная просто щель. Ой, кошмар. Вот-вот, что с этим делать? Я думала, что это гораздо легче. Почему у меня даже с ножа не скидывается? Как это делает Миша, со стороны выглядит все очень просто и легко. Ну так, как это делают любители? У меня вообще не получается, как это бяка. Он с ножами скидывается. Проще, блин, пальцами взять. А нет, слушайте, он как этот. Вообще не цепляется. Как ты умудряешься его запихивать туда? Он как-то скатывается у меня и... Короче, это не мое. Вообще не мое, блин. Пошла руки мыть. День следующий. Пробка подсохла. Остатки, все, что на поверхности срезали. Внутри осталась как раз пробка, пробковый компенсатор. А вот сейчас Миша силиконом обрабатывает. Посмотрим, что из этого получится. Убрали ленту. Пока это так выглядит, но силикон еще не застыл. А еще такой лайфхак. Если силикон попадает на плитку, на ламинат, в общем, на ту область, куда не надо, и в том числе на руки, но вдруг сделали без перчаток, как сейчас мой муж, очень хорошо убирается с средством для стекол. Любым средством для стекол. Я вот первую попавшуюся взяла. Это нам мастер посоветовал. То есть пшикайте на силикон тряпочкой или, допустим, на тряпочку и с рук убираете. Вот почему-то именно этот спрей, то есть средство для стекол шикарно его убирает. Но убирает, если вот прям сразу попало, то есть делаете, попало куда-то, пшикаете это средство для стекол, протираете тряпкой, и оно прекрасно отходит. Имейте в виду, вот против силикона хорошо идет это средство. Вот так пока это выглядит. Но это еще не конечный результат, то есть должно засохнуть. Но в принципе оно так и будет выглядеть, просто что должно засохнуть. Вот как смотрится хорошо. Кто меня смотрит еще со времен однокомнатной квартиры, наверное, помните этот самый диван и то, как я сидела на нем и снимала видео. И болталки, и тематические. В общем, представляете, мы с вами вместе переезжали и на съемную квартиру, и вот сейчас на новой. Когда я ранее снимала на этом диване ролики, в какой-то момент он мне так надоел, и я думала, вот в новой квартире я вообще больше на диване снимать ничего не буду. А сейчас я села и понимаю, что так уютно. На нем, знаете, вот на нем реально хочется какую-то болталку поснимать. У нас по плану было повесить картины над диваном. Помните, я их показывала? Мы покупали их на Алиэкспрессе. Единственное, у нас еще нет фоторама к ним. И вот я уже мужа дергаю. Давай, 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 хочу так к Новому году. Вот, 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 хочется. К сожалению, остальной мебели у нас пока не получится. Я даже думаю, может быть, и к лету не получится. Не знаю, не буду загадывать. У нас детская на первом месте стоит. Там шкаф надо еще заказывать. Вот, но хотя бы вот картины повесить. А напротив дивана планируем поставить елку. Будем с вами ее украшать. И не только елку будем с вами украшать. Вот, а еще, я не знаю, когда выйдет этот ролик. Вот в пятницу или в субботу. В это воскресенье, уже 24 ноября, будет праздник, такой нежный, милый день матери. И я уже заранее хочу поздравить вас, мои девочки, ваших мам, бабушек с этим нежным праздником. Нет идеальной мамы. Есть мамы, которые хотят для своих детей счастья, радости, здоровья и делают все то, что они считают нужным. И знаете, какой-то был у меня момент, когда мне казалось, вот, я, наверное, плохая мать, да что ж я за мать такая, да я вот то. На самом деле дети нас любят. Посмотрите, как они нас любят. Как бы мы ни сердились, что бы мы ни делали, первое, что кричат, когда ребенку плохо, мама. Мы для них все. И наши мамы для нас все. Цените себя, любите, спокойствие вам, терпение. И самое главное, девочки, я вам сейчас от души порекомендую мультик. Ну настолько милый, добрый. Я когда его смотрела, я плакала. Я правда плакала, потому что он коротенький. Я ссылочку на него оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Делитесь этим роликом со своими друзьями. Я уже всем своим родственникам, знакомым разослала этот ролик. Ну правда он такой теплый. Мне он чем-то напоминает советские мультики. Ну там такая вот прорисовка. Если откроете, поймете, о чем я говорю. Ребята, конечно, молодцы. Сделать такое, знаете, вот прям за живое хватает. Хватает, супер, так что смотрите, ссылочку оставлю. И не забудьте еще раз обнять своих любимых мам. Мысленно обнять саму себя. Мысленно похвалить себя за то, что мы кому-то подарили жизнь. Хотя бы одному человечку, если у вас, например, один ребенок. А уж тем более у кого двое, трое или еще больше. А есть мамы, которые приняли в свою семью чужих деток. Я вообще такими мамами восхищаюсь. Это действительно, знаете, такой шаг ответственный. В общем, всех, всех мамочек еще раз с праздником, с наступающим. Самое главное, чтобы ваши глазки искрились любовью, счастьем, чтобы это все передавалось вашим детям. Именно это они будут считывать. А то, что вы где-то там, ну, покричите на них, ну, где-то перегнете палку, все бывает. Дети же тоже у нас, да, порой не подарок. Но если есть вот эта вот любовь, забота и нежность, дети ее считывают великолепно. Поэтому это будет компенсироваться за счет вашей ошибки какие-то, будет этим компенсироваться. В общем, ладно, наговорила много. Смотрите еще раз мультик, поплачьте. Ну, там приятно. И все, жду вас снова в гости к себе. До новой встречи. Пока, не унывайте. Редактор субтитров А.Семкин